Мы же не можем выйти на рельсы? Нет, он же остановится где-то. Всем привет, меня зовут Яна Таран, и сегодня я приехала в Фанниполь посмотреть на реальную жизнь за МКАДом дальше у ручья. Я смогу опускать, это по-первых. А как вообще город чистый, красивый? Ну, средний. Чисто про дорогу можете написать, что-нибудь убогое. Да, можете не пристегиваться. У вас можно не пристегиваться? Да. Хорошее то, что в Фанниполь есть, а плохое то, что в нем ничего нет. Зверь, там малыш Кереса курит за гаражами, пока мамка не видит. Конечно, тут же сброд усякий, тут же, у нас же не одни Фанниполь, все тут, ой, я не знаю. Двор, 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 и здесь ни одного фонаря нету, вечером выходить страшно. А вот, Олег, что такое? К чему это? Фанниполь я выбрала неспроста, задумывалась, что город этот станет спутником столицы. Давайте посмотрим, получилось ли, как говорит президент, налицо, признаки бесхозяйственности. Добраться до Фанниполя можно несколькими способами. Маршрутка отправляет в Смолиновке, ну а мы выбрали электричку. А ты уверен? Может, мы его в Фанниполь поехали в Вильнюс? И знаешь, что умников никто не любит? За два билета до Фанниполя в одну сторону рубль 12. Где мы? Где, куда идти, что происходит? У нас целая минута до отправления. Ну, поздравляю. Фу, тут воняк. Тебя устраивает этот вагон или дальше ее? Здравствуйте, можно я вас отвлеку немножко? Зачем? Мы снимаем сюжет про города-спутники. Вот, мы едем в Фанниполь, может, вы тоже в Фанниполь едете? В Фанниполь. О, класс, а вы оттуда? Что вам надо? Для чего вы любите, я здесь еще читаю, да? Вы не мешаете. Ну, хорошо вам, да? Хорошо. Нет, я у Колосова, далеко была. Чего вас в Фанниполь так заинтересовало? Потому что город-спутник. Ага. Там Менчан много живет? Ну, приехал. Я думаю, что нет. Вы куда едете? В Фанниполь. В Фанниполь, класс, мы тоже едем в Фанниполь. И вы вот так вот каждое утро, в 7 утра, на электричке, на работу? Когда? Когда на машине, когда на электричке, когда на маршрутке? Что на чем? Сколько маршрутка стоит? Два рубля. Два рубля. Можете немножко подвинуться? Наконец-то я нашла того, кто живет в Фанниполь. Расскажите про этот город. Что там посмотреть можно? Как там живется? Ну, инфраструктура слабая. Слабая? Да. Ну, сейчас как бы пытаются там что-то делать. Ну, надеемся, что в ближайшие годы улучшатся. Дома растут, а чтобы что-то улучшать, такого нет. Как и везде у нас. С дорогами вопросы. Вот и все. Вот так все путем. Ну, вот мы и добрались. Время пути составило примерно минут 20. Это как на метро. Да, реально какого-нибудь спальника добираться. Скажите, пожалуйста, вы в центр едете? В центр куда? В центр Фанниполя. Мы едем возле базара, потом возле церкви и на Держинск. А центр тут где? Едем на базар. Ну, не знаю, других автобусов я тут не видела. О, мы уже приехали? Всем до свидания, спасибо. Как-то очень быстро. А где рынок? А, вот рынок. Все, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как бизнес идет? Как торговля? Нет, тут нормально. Какая нормальная? Рынок пустой. Ушли. Потому что молодежь. Оренда, налог, ФСЗН. Все, оплати, миллионы вылетают. Понятно? Три раза было. Во. Передо мной стояли. Остались пенсионеры. Все. Пенсионеры. Нам не надо ничего платить. Поэтому мы работаем. Я, например, штаны продавал. Трико тогда 7 тысяч, а сейчас 7 рублей. Получается 70 тысяч по тех деньгах. И люди подходят, переводят у старые. И еду, так и все. У нас покупателей очень много. Вещи все мы покупаем в Минске. Что тут, две палатки на рынке. Рынок у нас дороже, чем в Минске. Это факт. Это все знают. Если что, овощи, фрукты мы ездим в Дзержинск. А вообще, в целом, Фаниполь как город. Что про него скажете? Ну, живу, нравится. Дороги плохие у нас. Поэтому и никто техосмотр не платит, если милиция обижается. Нету дорог у нас. Ну, посмотрели мы рынок. В общем, что сказать. Работает несколько точек. И в основном это пенсионеры. Ну, а сейчас мы попробуем пообщаться с другими горожанами. И узнать, как дела обстоят у них. Быстрее улыбайся. Здравствуйте. Друзья, как вам живется в Фаниполье? Я как привык, мне уже нормально. Ну, а вообще, Фаниполь, в принципе, чистый город? Чистый. Чистый, потому что убираете вы или потому что не мусорят? Ну, как вам сказать, сами за собой смотрят. Вот как. Работы много в городе? Ой, хватает работы, но трудно устроиться. Трудно устроиться. Смотрят в жировую, как что, где. Трудно. И мало платят на этих работах. Так что, в основном, кто на Россию ездит, кто что, короче. Интереснейшее объявление нашли на одном из деревьев. Внимание. Продам кур несушек. Красные, белые, цветные. Утята, гусята, цыплята, индюшата. Куплю петухов. Возможно, доставка. У меня пара подружек есть. Я их тоже так же подписываю. Куры. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Скажите, скажите, пожалуйста, как вам так живется? Отлично, только грязно. Неплохо. А что тут есть? Есть бассейн? Нет, конечно. Нет. Нет про структуру. Садиков, школ, поликлиник. Садики есть, школы, да, две. А так-то тут ничего. Нету? Всем тухляк? Ну да. А вы, кстати, куда едете? На работу. А может, в сторону церкви? Подвезли к нашей первой героине. Матери-героине. У нее четверо деток. И она вам сейчас расскажет, каково это воспитывать их в маленьком городе. Пойдемте, напросимся в гости. Мы хотели вот такой город, чтобы возле Минска было. То есть, чтобы при возможности можно было приехать. И, то есть, не шумный, небольшой. То есть, вот, как я мама в декретном, мне очень нравится. То есть, в Минск не проблема. 15 минут, и мы вот на машине, мы возле метро. Мы в Минске тоже жили. То есть, разницу, ну, чувствую эту. Сколько стоит квартиру в Фанниполе снять? Я думаю, что где-то долларов 150. Скажите про коммунальные платежи. Какой у вас метраж квартиры и сколько уходит? У нас двухкомнатная, 62 метра. Квартира рублей 60-65. Ну, плюс интернет, там, телефон. Плюсы и минусы жизни в Фанниполе. Из плюсов скажу то, что более безопасно, как мне кажется, для детей. То есть, живем как больше, как семья такая, да? То есть, не страшно ребенка в школу пустить одного. Еще плюс то, что спокойнее. Как-то с детьми это то, что нужно. Вы бы переехали в Минск? Нет. Нет, не переехала бы. Вот мне тут нравится. У нас есть еще один герой с альтернативным мнением. Владислав прожил тут всю жизнь в Фанниполе. И вот он нам сейчас расскажет всю правду. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Чего в первую очередь не хватает этому городу? В первую очередь не хватает социальных объектов, таких как тот же самый кинотеатр. Не каждый может съездить в Минск. Не хватает также кафе. И очень бы хотелось прекратить эту застройку в городе. У нас пятиэтажки, у нас все перегружено. Машину негде ставить, людям некуда ходить. Поликлиника маленькая, все не вмещаемся. То есть, уплотняют все, что можно и где можно. Вот здесь вот у нас построили дом. Там до этого было озеро. Озеро засыпали. Напротив озера там в этом году прилетели лебеди. Доказали, что это не озеро, а сточные воды. Хотя я здесь всю жизнь живу, это было озеро. Вечером гулять можно по главным улицам, но желательно ходить с фонариком. Освещение очень плохое. Отсутствуют нормальные дорожки, где можно было гулять. Если вы пойдете, вы увидите, что там три человека не могут разменуться. Свернули с центральной улицы во дворы, и дорожки разбиты. Давно все такое уже заросшее, поросшее травой. Тут так антуражно, как будто сейчас выйдет Макс Корж, и такой начнет читать, как будто тут его клип снимают. Ну, или Чернобыль. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мяу, как тебе тут живется? Как тебе тут фанни-поля? Ну, такое. Мне кажется, из фанни-поля такие готовые к жизни выходят люди. Площадка вся в камнях. Ребенка сюда отправить гулять, он споткнется, а какой-нибудь булыжник нос себе разобьет. А вот тут их просто музей валунов. Ну вот, идем по пустырю. Вокруг одни новостройки. Новостройки, кстати, очень даже симпатичные. Ничем не хуже, а может быть, даже где-то и лучше, чем у нас в Минске. Фанни-Поль очень спокойный город. Здесь гораздо лучше с экологией. Я должен что-то хорошее сказать. Это город для тех людей, у кого обязательно есть машина, у кого есть работа. Желательно тоже, наверное, не в Фанни-Поле. И есть возможность постоянно ездить в Минск. Вот для кого этот город. Вот такая история у нас получилась про Фанни-Поль. Как видите, у истории этой две медали. Одна с благоустроенными районами, с красивыми яркими новостройками и красивыми детскими площадками. Другая – полное отсутствие возможностей и перспектив у детей и молодежи. Вы как считаете, Фанни-Поль – это город с собственным путем развития истории? Или это все же будущий пригород Минска? Оставляйте в комментариях, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Яна Таран. И жду от вас предложений, в какой же город отправиться мне в следующий раз. Ну а сейчас я отправляюсь в свое родное замкадье, которое в Уручье. И уже я заскучала по этому месту. Пока. Давай, где-то тут маршрутосы ходят. А вот что ты будешь делать, если я у тебя умру на съемке? Нет, ладно, все, я... Не, ну тут реально детство суровое. У тебя все идеи дурацкие, понял? Ну тут, 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 ну тут Продолжение следует...